Приветствую, друзья, на канале ProGamer Television, с вами Сафир Три Тройки. Мы с вами продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Дикая Охота в формате 21 на 9. И сожди текстурами, у нас с вами 37 серия. Поехали! Долгие поиски Цирии привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Субтитры сделал DimaTorzok 68-й тоже просрали, что ли? Ну да. Ну давайте, ладно, тогда вот это все подметем. Так. Ботва! Ботва, бать твою, иди сюда. Так, а здесь какой уровень, если сейчас посмотреть? Уродец, 72-й. Ладно, пока еще подождет. Оп! Уродец, 72-й. Уродец, 73-й. Уродец, 73-й. Так, 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 давайте двигаемся. Уродец, 74-й. Это задание мы с вами уже проходили, наверное, трансляции, ну, 2-3 назад. Давайте мы с вами дойдем до конца, чтобы снять. Хорошо проверить, конечно. Ни хуаси. Хорошо работают легендарные доспехи. Хорошо работают легендарные доспехи. Поискать ключи. После бравого налета Гера для И-3 смерти меги охотники заколднули и решили отыграться на чародеях нелик. Вооруженные отряды рыскали по всему городу в поисках тех, кто хоть чем-то чьи уши были острее обычного. Я че-то не совсем, вот кого. Где их должен искать в задницу, что ли? Что слышно? Багомерзкая тварь. Батя, освещение такое херовое. Ладно, дождемся Трис пока будет, и потом будем смотреть. Так, 64-й просрали, статуэтка дворянын просрали. Мечей и вареники. А, кстати. Распутывая клубок, тоже избранник бадов, владыка, последнее желание, кстати, тоже. Ну давайте, да, распутывая клубок и последнее желание сделаем. Вечер на руну не храни короля на Домике что бы хоть дети голодными не храни. музыка как меняется долгие поиски цири привели геральта к мысли что ключом к разгадке тайны послужит ума самый отвратительный человек на свете над которым тяготела загадочное проклятие потом который надо будет зайти найти хамондо ищем хамондо на платфе надо было вот тут снежок идет друзья хотя бы шубку по размерам отдел и по погоде чё за нахуй там ходит ебать и чего надо я ищу команда зачем дело есть это время он обычно молится в часовне на пригорке если хочешь купить рабов придется подождать пока он закончит молятся из того что мне о нем говорили мне не показалось что он такой набожный все кто с ним знакомы то знают еще один лазутчик вы знаете что делать ухты ёпта добрый нормально попал может надо было подождать ты чё-то как-то она не поспешил распоряжение хаммада перед всяким делом следует подняться к святилищу на холме и вознести приношение богам чтобы они привык были к нам милостовые а ежели ко мне кто-то придет и велите им подождать пока я не вернусь да все сами знают что молитвы мои прорывать не стоит иначе я возлюсь не зевайте и ушами не хлопайте хаммад ну да наверное здесь немножко поспешил тут у каждого есть такое распоряжение а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Гнида, столько времени потратил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Говорят, ты был в банде Таулера Ты, сука, говори, чего тебе надо Ну давай, ублюдок, выкладывай Я ищу Бертрама Таулера А ты, сука, кто еще такой? Знакомый, одной твоей знакомой Я ищу Таулера и думаю, что мы можем как-нибудь договориться Опять кому-то в Новиграде не по вкусу наши дела Долбаные гильдии А вы чего стоите, мать вашу, мочи его Пидораста какой, а О, блин! На две части ваши Это я понимаю Зашло-то как хорошо О, карточки, кстати Письмо на дорогой бумаге Хаманд Мне казалось, во время нашего последнего разговора Я выразился достаточно ясно Я не хочу с тобой видеться и тем более вести с тобой какие-либо дела Я не сомневаюсь, что предприятие, ты затеял, выгодное Однако, говоря, доходчиво Я в этом не участвую В Новиграде найдется множество других покупателей Взять бы хотя бы ювелиров, торговцев Драгоценностями и редкими товарами Я в это вмешиваться не стану Что бы ты ни решил Желаю тебе удачи Это мое последнее письмо Таулер Ладно, пень Дряги Кукуяги Значит, нет Надо Бежим, бежим, бежим Субтитры подогнал у Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие Так, как сюда не придешь, постоянно дожди, да, отвратительная погода Вот эти все в шлепке Эй, не попади под стоп Простите, что? Что так поздно? Таулер, кажется, в Новиграде и по-прежнему ведет какие-то общие дела с Хаммондом Я тоже кое-что узнал Он по-тихому торгует живым товаром Корабль у него есть Жемчужина берега Ходит отсюда на Скеллиге Сменил имя Теперь он Роланд Ройгер Уважаемый новиградский купец и филантроп Живет он в золотом городе А что с Зелисой? За нее было некому заступиться Тебя же со мной не было Ах ты, блин Ладно, пойдем проведать Таулера Стук людей погибло Я его все время У меня есть план, как проникнуть внутрь Если твой план не учитывает стражников, наверное, придется его пересмотреть Подожди, пока сами не начнут Вас ждут Прошу за мной Чувствуйте себя, как дома Ведьмар Позвольте представить мою жену Летицию И двух моих карапузов Вы знаете, кто я И я вас наслышал Вы много обо мне расспрашивали А на такие вещи я всегда обращаю внимание Из какой ты школы? Из школы кота Нас мало осталось Ведьмаки не могут иметь детей Но могут их усыновить Или принять под свой кров Вместе с матерью И признать своими Могу представить, как ведьмак становится наемным убийцей, но купцом А почему нет? Каждый из нас когда-нибудь мечтал изменить жизнь А я решил, хватит мечтать Говорят, ни один ведьмак не умер в постели Я собираюсь стать первым Сейчас Это мы еще увидим Мой друг хотел бы с тобой поговорить Забери детей, Летиция Гости хотят поговорить со мной наедине Я слушаю Геральт, говори ты А то меня сейчас кондрашка хватит И я порешу ублюдка на первом слове Хорошо ты здесь устроился Оказалось, у меня есть деловая смекалка На безбедное житье денег хватает И на филантропию Приют девы Мирабеллы на скудность пожертвований не жалуются Как и городской фонд попечения вдов и сирот и многие другие Твоя жена знает, кем ты был? У нас нет друг от друга секретов Каждый день она молится за меня И знаете что? Кажется, это действует Твою мать Твою мать Так и вот с Айденом все было сложнее Что бы там ни говорили Мы не собирались его убивать Нам пришлось, когда он на нас напал Айден принял заказ расколдовать дочку герцога Взял деньги Напортачил и уехал, когда девушка умерла Ты лжешь! Мы не должны были его убивать Мы просто собирали долги Денег у него уже не было И мы потребовали его мечи Он отказался Начался скандал Виена сидела в укрытии И ее подвели нервы Она всадила Айдену стрелу в глаз А потом Начала рассказывать собственную версию этой истории Чтобы замазать свою вину Довольно рассказов И что теперь? Блин Вы знаете Я всегда думаю на этом моменте Что мне выбрать Потому что убивать В принципе не за что Мадафака Вот Ты действительно изменился Теперь единственное Что для меня важно Это прощение Ты поверил в эту чушь? Этот ублюдок врет, как дышит Пизду Как хочешь, Ламберт Это твое дело и твоя месть Я долго ждал этой минуты Я умирать не собираюсь Ну давай Ты охренел А я тут при чем? А Ламберт Че ты стоишь-то? Ебанонцы Спасибо за помощь, Верли Пожалуйста Хочешь еще поговорить об этом? Не хочу Мы еще встретимся Когда-нибудь Бывай Пźwięк Вот так вот, друзья лечи и варенье кинах удали лезу в вагину лезу что за название то чего я же хотела периме посушить у меня несколько дней шли надо было подождать бородой же образ твою мать хорошо бы все быстро ну что у нас далее далее давайте мы сейчас выполним с джинном миссию все мы забежим к хаторе спросим про его длинный длинный меч здравствуй эйвор здравствуй геральт чем могу помочь мой меч уже готов смотри и восхищайся это все мечами с собой приносит действительно стоило ждать спасибо будь здоров меч из обрезков мечи и вареники готова меч из обрезков где он минус 20 заебись вот это я понимаю хаторе услужил так уж услужил в минус 20 здравствуй тебе же его и продадим покажи мне свои все ладно ставим который засранец вот ты че вообще вот это надо купить я че тупанул на пятачок ты набрал то сколько стоит этот металл учу из золота что взял еще такие цены да ю будь здоров как и чуть запутался друзья вообще прям сижу тут сундук нам надо сдать все вещи первые ростки из зла нам конечно не нужны нам нужно дополнительные задания и здесь нам надо последнее желание когда геральт и енифер покидали сайт фрейд чердик попросил ведьмака об одной услуги она дала понять что речь идет о чем-то очень лично но не сообщила никаких подробностей она просила геральта а встречи в ларвике что же то может быть что-нибудь случилось нормально сбил вот ведь собака сказал она хочу заметить это же легендарный это легендарные перчатки надо потом в ровно все это вставлять помешать там весь остальной хлам мы будем продавать кстати это надо будет оставить плюс 4 все остальное мы будем продавать удалить веди себя прилить так нам нужно ларвик блин далеко забрала чародейка хотя долгие поиски цири привели геральта к мысли что ключом к разгадке тайны послужит ума самый отвратительный человек на свете над которым тяготела загадочное проклятие в этой игре у нас все неправильно абсолютно ну давай ума дрема давайте подойдем спросим что там надо 8 там и там и здесь чудищам справиться вы ведьмак я правильно понимаю здравствуйте я увидел объявление что за чудища то разные говорят бабы когда вечером сети чистят говорят что каще это или мантикора да я так думаю сдавше это мы бы спросили у жриц фрей только до святилища не доберешься и никто это чудовище не видел хотя бы издалека видели конечно и сблизи и совсем близьохонько только живыми не уходили я сразу говорю что с чудовищами обычный человек не управится но сверь уперся дружину собрал и четверо их и вернулось остальных товарета порвала к востоку от деревни ну так как поможете нам поможем вам я займусь этим чудищем и впервые сразу видать наши горячие головы а нет какого разумения а где мне найти четырех уцелевших воинов хотите со свери поговорить можете правильно вон они там сидят ухаты так это у нас заказ бестия а второй позволишь тебя отвлечь я здесь чтобы служить богине и тем кто в нее верит говори чем я могу помочь тебе ты свана я по поводу скачек смельчаков чужак тоже может поучаствовать или это только для своих украинских и не делит людей на своих и чужих каждый может воздать ей почести рискнув жизнью у нас скачки не такие как на большой земле мы признаем только одно правило побеждает тот кто доедет первым до финиша иногда побеждает самый быстрый иногда тот кто сбросит соперника с коня тогда понятно откуда такое название а что нужно чтобы участвовать отвага если не боишься повесь под колу отваги мне не занимать а вот со временем хуже может я и поучаствую но в другой раз так понятно это было это его новая пленница а разница да храни тебя френер брехня на брехне а я ты все то и вечно свернила бог я тебе этого не прося мне тут не нужна веньма ты всегда умела расположить к себе людей они меня спровоцировали ну да я видел ты хотела поговорить в императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар Ипсиса специалиста по джинам как говорят он сгинул где-то на скеллиге я тут порасспрашивала о нем некоторые этого Амоса помнят до сих пор почему ты собственно им интересуешься джины обычно очень опасные и всегда злобные я помню но игра стоит свеч подчинив его я получу огромную силу а она может нам пригодиться думаешь у этого чародея был джин так по крайней мере следует из его книг он описывал как обуздал джина и как черпал энергию из его силы ты знаешь где их искать чародея и джина в последний раз корабль Амоса видели у побережья хиндерсфеля а потом разразилась буря самая сильная за сто лет тогда мы их вряд ли найдем чародей пошел рыбам на корма джин сбежал не факт но даже если так я хочу в этом убедиться поможешь мне а то золото в награды я не обещаю но ты можешь рассчитывать на мою признательность раз ты так хочешь хорошо я помогу спасибо на пристани уже ждет лодка пойдем давай пристани уже рядом рыба рыба нет ничего лучше хорошие барани иди нифига я эмфер бегает быстро иди хоть раз бы взял инициативу на себя а ты бы позволила зависит от обстоятельств так друзья смотрите я здесь сохранюсь выйду в главное меню настройки локализация нет игровой процесс альтернативный образ да 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 хочется и смотреть привели геральта к мысли что ключом к разгадке тайны послужит ума самый отвратительный человек на свете над которым тяготела загадочное проклятие о красота ну и блин такая прям совлазнительная молодец енифер нифига себе какой дракар интересно такой ли ты крепкий как вы корабль с джином затонул где-то здесь не слишком определенно я наложу заклятие на лодку и мы сможем понять когда будем проплывать на постовом корабля ну тогда за дело пустишь меня к румпелю а я могу отказать нет что-то я не уверен что мне нравится затея с джином с одним мы когда-то справились помнишь помню тогда люди чуть не лишился голоса на счастье его спас твой экзорциз ага откуда мне было знать что это значит иди отсюда и отвези себя надо было учить иностранные языки до конца жизни будешь мне это припомнили ты сам об этом позаботился я просил чтобы мы всегда были вместе а не чтобы ты указывала мне на все мои промахи будь осторожней в желании а если уж желание исполнилось при непосредстве с достоинством что до промаха почему бы над ними не смеяться если они забавны что-то здесь есть на дне здесь слишком глубоко ты не донырнешь ты меня недооцениваешь как раз наоборот я даже попросила тебя о помощи я наложу на тебя заклятие на какое-то время оно замедлит твое сердцебиение и ты сможешь дольше продержаться под водой эсад эйх кридерий фауна готово осторожней подожди 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 это кит красота ну как я не знаю я не люблю когда ты читаешь мои мысли я не читаю твои мысли это просто телепатия кстати тебе есть что скрывать если бы было я бы тебе не сказал видишь что-нибудь интересное здесь остров корабля и какая-то пещера сейчас посмотрю да друзья конечно хреновый арбалет поставил на другое что-нибудь другое что-нибудь другое какое-нибудь другое Продолжение следует... Поломанные мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигура клана Дромонд. Это не тот корабль. Возвращайся. Продолжение следует... Новое корыто, потом высокий терем, а потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джине или уже о Золотой Рыбке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Там что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джит. Блин, ну конечно же здесь эти твари, а... Я нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотриться. Что-нибудь должно указывать на то, что это корабль чародея. Я кое-что нашел. Баклер со скеллиги. Со знаками Глана Хаймой. Это род Донора. Когда этот щит здесь оказался, Донор еще пачкал пеленки. Так-так-так-так-так-так. Ну что ты, бля, будешь делать-то? Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рок. С родовыми символами клана Хаймой. Этот дракар принадлежал клану Димун. Сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона и нас сбросило здоровье обвалом. Я держался за сорванный мост, а ты повисла у меня на поясе и наслаждалась видами. Помнишь? Внизу была чудесная пропа, шумели деревья, желчал ручье. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Странные какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Серебро столовой пригоры украшенные женщинами. Этот корабль принадлежал какому-то богателю. Амаз был не из бедных. Вполне возможно, это его корабль. А что это было вот сейчас вот? Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет. Я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что портал и штука опасная. Кажется, мы на верном пути. Ищи что-то, в чем могли запереть Джина. Хорошо, так оставь уже в покое мои глаза. Здесь мало места для нас двоих. Эй. Жены здесь нет. Это определенно тебе понравится. Что? Половина печати. И правда. Возвращайся наверх. Кажется от неи. Какого секса может вам жить? Что? Здесь нет. Част Aku. Я помню. Что? Я не знаю. Если яdegree не получится, значит... Что? Потом убрал. Что? 原зилы, что? Что? Я alternativesу подготов Brother hello? Что запах следующего миниумя. Не сделай. Что? Что? Какая답на? Что-то перерезал эту корзину ровно пополам. Блин, ладно. Интересно, больше такой глубины-то, извините, мульти компрессию надо как-то проходить. Обалдеть, здесь, наверное, метров тридцать, здесь не больше. Девушки отдыхают. Три! Ты сказала, у нас счет три. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши, сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот джин? Ты уже знаешь, сила джина бесценна для чародеев. В этот раз ты не отвертишься. Говори правду или я ухожу. Нет нужды меня шантажировать. Ты бы и так все узнал. Разумеется, но постфактум. А я хочу узнать сейчас. Сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. Пятнадцать лет. Двадцать. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивать друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство. Или просто шалость джина. А, вот в чем дело. И про мое последнее желание. Ты попросил джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Понимаю. Ты хочешь знать, что будет, если нас перестанет связывать магия? Я хочу знать, останется ли между нами магия, если чары джина исчезнут. Ну-ка. А если я не хочу этого знать? У тебя уже нет выбора. Пойдем, обыщем корабль. Эх. Чудак, это Тамос. Он пожелал, чтобы джин перенес полкорабля на вершину горы? Не обязательно. Джины по природе злобные и проказные. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Здесь ничего нет. Ничего интересного. Ой, блядь, чуть не улетел. Любопытно. Тайна тайн, огнесы и взглян меня. Мощь первоэлементов. Среди всех творений на земле два суть только лишь, какие силы могут черпать. Они же суть коты и драконы. Оба рода этих инстинктами своими чуют поведение магических интерсекций и часто избирают эти пресечения для своего отдыха. Что странно, поскольку все прочие звери мест таких избегают. Многочисленные теории пробуют растолковать, каково поведение, но ни одна все же не может до конца объяснить. В случае драконов часть умений мужем мужей утверждает, что используют они поглощенную силу, между прочим, для того, чтобы мочь летать. Ибо, как нам показывает наука, ни одно существо подобных размеров и массы не в состоянии было вознестись в воздух, едино крыльями своими пользуясь. Относительно же котов, теория использует, а не поглощенную силу для своего дара различать вещи невидимые. Прочие же считают, что умения это им по природе присуще, а черпаемую из инсекций силу применяют они с иной неизвестной целью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Бора! Браво! Пойдём на палубу, я кое-что придумала. Отойди-ка! Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! У тебя же есть флаг? Беги его ослабить. А я заключу в шар. А может, вы меняете? Еще немного. Я слышу, как он станет. Попался! Твой господин умер прежде, чем произнес последнее желание. Я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь соклятие, которое связывает нас? Только джин может снять соклятие другого джина. Сними его, и будешь свободен. Ты свободен! Буря утихла. Да. Все кончилось. Может, сядем, и что-то бледновато? Вовсе нет. Ну, почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала. Со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали джина. Но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной. Одно и мне пришлось бы тяжко. Зная с самого начала, чем дело, не уверен, что стал бы тебе помогать. Тогда мы бы так и не узнали правды. Изменится ли что-нибудь, когда Джинс снимет заклятие? А что-то изменилось? Я ожидала... Даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком. Что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Может, Джинс нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Ага, это чтобы не было слишком сладко. Странно. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю» поцелуй должен казаться другим. Геральт, не переживай. Геральт, не переживай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Думаю, мир не рухнет, если мы тут немного посидим. Здесь красиво. Духи Скеллиги благоволят нам. Следующий раз поедем верхом. Лошадь такой круче не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Надо представить рапорт Императору. Цири наше дело, и только наше. Может и так. Но не об этом мы договаривались с Ингелем. Мы обязаны с ним встретиться. Ты слишком верна своему покровителю. Он и твой покровитель, мой дорогой. Не забывай. Иначе он сам об этом напомнит. Раз надо, значит надо. Если бы не Имгир и его агенты, мы бы даже не знали, что Цири вернулась. Мы в долгу перед ним хотя бы за это. Ян, то что случилось? Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться в деталях. Я к барону. Заберу у него Уму, потом вместе с ним поеду в Каэр Морген. Я присоединюсь к вам, как только смогу. До свидания. Береги себя. Геральт? Ты когда-нибудь думаешь о прошлом? О том, как ты была с Дикой Охотой? Иногда. Мне странно, что мы выжили. Иридин обычно не оставляет свидетелей. Он и не оставил. Когда я бежал, я потерял память. А-а-а! Это твоя знаменитая амнезия. А у тебя ее не было? Только какое-то время. Когда я попала в руки имперских чародеев, память ко мне быстро вернулась. Когда ты была с Дикой Охотой, надеюсь, они не причинили тебе вреда? Даже если и так, то я не помню. Все это время я была словно в бреду. Кровь и пожарище. Безумная скачка по разным мирам. Все как в тумане. Но я помню, как ты за мной пришел. Как обменял свою жизнь на мою. Тогда я не успела тебя поблагодарить. Ты бы сделала для меня то же самое. Твоя уверенность так трогательна. Ты не рассказывал мне, как ты оттуда выбрался. Хотел бы я сам это знать. Иногда я припоминаю, будто мчусь вперед, а вокруг красные всадники. Следующее, что я помню, это лес у подножия Каар Морхена. И больше ничего. Чего на самом деле Эридин от тебя хотел? Того же самого, чего и от тебя. Ты не помнишь? Из того, что было там, до сих пор почти ничего. Мы были приманкой, Геральт. Оба. Эридин рассчитывал, что Цири рано или поздно за нами придет, и тогда он ее схватит. К счастью, она не позволила себя обмануть. Как получилось, что ты из заложницы императора стала его союзницей? Однажды в мою камеру пришел не тот же офицер, что и всегда, а сам император. Он сказал, что вернет мне свободу, а императорская сокровищница будет для меня открыта, если только я исполню одну его просьбу. Тогда он сказал тебе о Цири, а ты приняла его предложение. Почему? Общая цель приводит к нетривиальным союзам. Я знала, что должна найти Цири, прежде чем это сделает Эридин. А если у кого и были силы и средства, чтобы мне помочь, то только у императора. Кроме того, в конце концов, он ее отец. Почему ты меня не искала? Когда к тебе уже вернулись и память, и свобода? Я предположила, что ты быстро придешь в себя. И это ты меня найдешь. В твоем распоряжении были имперские чародеи, а я был совсем один. Ну, не так, чтобы совсем один. Кроме того, я знала, что ты должен был бежать. Потому что Эридин никогда бы тебя не отпустил. Мне он стер память, но вполне возможно, что тебе не сумел. Надо было учитывать и ведьмачьи мутации. Я рассчитывала, что они воспрепятствуют всем повреждениям. Я еще думаю. О чем? Чувствуешь какой-нибудь эффект от нашей встречи с Джином? Да. И теперь жалею. Ты хочешь сказать, что... Жалею, что мы не попробовали этого раньше. Гораздо раньше. Думаешь, мы бы реже ссорились? Как раз наоборот. Зато все остальное у нас было бы более насыщенным. Вот как сейчас. Кажется, я нашел твою вещицу. Этот череп украшения? Если так, стиль у тебя здорово изменился. Это оружие. Никогда не видел у тебя ничего подобного. Как ты заметил, у меня изменился стиль. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok